Сегодня глава государства Нурсултан Назарбаев объявил о старте новой экономической политики Нурлыжол. План развития страны президент озвучил на расширенном заседании политического совета партии Нуратан. Основной ориентир программы – улучшение благосостояния казахстанцев, в частности, строительство и ремонт школ, модернизация ЖКХ, поддержка бизнеса и наращивание резервов национального фонда. Подробно Амина Абдрахманова. Стратегия на ближайшие годы будет иметь разносторонний характер и в то же время будет направлена на продолжение основных реформ в отечественной экономике. Однако основной ориентир прежний – улучшение благосостояния казахстанцев и развитие социальной инфраструктуры. В частности, решение проблем аварийных школ и трехсменного обучения. На это будет дополнительно направлено 70 миллиардов тинге. Еще 20 миллиардов на сокращение дефицита мест в детских садах. На обновление инфраструктуры ЖКХ в течение пяти лет из всех источников финансирования будет выделяться по 200 миллиардов тинге. Нужно обеспечить максимальное привлечение через предоставление долгосрочных инвестиционных тарифов. Чтобы не допустить значительного увеличения тарифов, необходимо софинансирование государством таких проектов. В этой связи на ускорение темпов модернизации систем тепловодоснабжения дополнительно уже предусмотренным бюджетным средством целесообразно направить до 100 миллиардов тинге ежегодно. Не останутся без внимания и предприниматели. Каждый год в течение трех лет на поддержку бизнеса из нацфонда будет выделяться по 3 миллиарда тинге. Глава государства поручил правительству принять все необходимые меры, чтобы обеспечить эффективное и рациональное освоение этих денег. А вот для оздоровления банковского сектора в фонду проблемных кредитов в следующем году будет направлено 250 миллиардов тинге. Еще 81 миллиард тинге выделено на строительство инфраструктуры специальных экономических зон. Харгос Восточные ворота, Национального индустриального нефтехимического технопарка Ватырау и Тарази. Это поможет выйти из кризисного периода, а кризиса долго не бывает, как известно, может быть 2, может 3 года, может 5 лет. Это поможет нам пройти, не снизить пенсии, не снизить заработные платы. Масштабная программа включает и план инфраструктурного развития, рассчитанный на 5 лет. Он совпадает со второй пятилеткой реализации госпрограммы форсированного индустриально-инновационного развития, в которое уже изъявили желание участвовать более 100 зарубежных стран с инвестпортфелем свыше 6 триллионов тинге. А это еще и новые рабочие места, только при строительстве автодорог появится свыше 200 тысяч вакансий.